Всем-всем привет, мои дорогие! С вами Валентина! Друзья, сегодня у меня день на кухне называется. Я вам покажу, что я готовлю целый день, зачем и почему столько готовлю. Мои хорошие, всем большое спасибо, кто меня смотрел. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте пальчик вверх. Вам не трудно, а мне приятно. Пишите лайки, комментарии. Очень рада буду каждому комментарию. Итак, мои хорошие, пошли куховарить. День кухни называется. День на кухне. Все покажу, что, как, зачем и почему. Друзья, сегодня у меня день кухни. Здесь у меня борщик. Что-то перестал кипеть. Сейчас добавим газку ему. Зажарка готова. Сейчас варю борщик. И многое другое. Я покажу вам, что я сегодня куховарю. Так что так. Девочки, мальчики, борщик мой готов. Приглашаю на обед. И буду дальше еще куховарить. Покажу, что дальше буду готовить. А дальше, друзья, готовит моя дочь Вика. Она вот столько теста поставила. Будет разная вкусность все выпекать. Начнет спиться. Как всегда на тесто. Лежа на колбаску. Смазанный петельчиком. И дальше у нас ананасы. Ананасов много никогда не бывает. Сочетание такого вкуса. Очень вкусно и приятно красковое. По крайней мере, их семья так очень любит. Посмотрим, что дальше у него будет. Следующим. Следующим. Как сказать, шаром накладки. Пиццы они любят. Очень вкусно. По петонечку. Вика выложила свою вкуснятину. Это второй лист приготовила. И начинаем выкладывать сейчас. грибочки. Компиньончики. Компиньончики не обжариваем. Это такой гриб, который приготовится больше. В духовке вместе со всеми другими ингредиентами. Кто-то может грибочки, пиццу, друзья. Напишите, пожалуйста, то, как делается. Моя чемпинья должна быть она. Чем больше ингредиентов, вкусно, тем гораздо вкуснее. Готовит внуку своему. Студент приезжает. Выходной обязательно приготовит. второй слой. Третий же слой смазываем опять майяновым. Майяновым. Ну, а некоторых вещах не решили. Будут говорить снова и снова. средние чистоты делаем все потому, что темно, майяновым после каждого слоя будет не очень вкусно. И, кто, как добавляет, у нее три пиццы и потому разные слои добавки. На эту пиццу она ложит огурчик. Колбаска разных слостей и сверху улыбчик. Порченая колбаска вареная с тоненькими кольцами выкладывается улыбчик. Субцы были крепиться на вкус разные. Три лотка делаем. Их основное назначение еще больше раззадорить улыбчик. При этом не отнимаем его лишних раскладывает поле. Начинающие операторы учатся не на живых боках, а на специальном тренажере, которые... Весь корм собирается на площади Клаза-Девирки, чтобы поглазеть на поверхность. Чем-нибудь она его полагает и не полетит. женщины, которые торжественно шествуют под одобрительной аплодисменте восторженной рубрики. Масло какое-то и майонезом сверху. Опять пекесеточку. Она закрыта. Для того, чтобы купить быка очень быстро. Третья пицца у нас получается и огурчик, и колбаска, и опять грибочки. Даже четыре лотка. Ну, понемножку в гигиенду не дала. Того добавляла, того добавляла. Четыре лотка пиццы подняла. Поверженного быка торжественно проводит парень. На радость я замесила больше теста. Еще после пиццы еще кто-то будет придумывать, что-то засыпает все тесто. Но у меня любит коварик. Коварик зайдешь, у меня всегда едей не мило. Открывай какие-то супчики сырные, какие-то мясные разные изделия. Коварка. Не только на работе в этот день. Сидит тоже руками все равно, и лучшая работа, которую надо там делать. Она и дома любитель коварик. как наложит баночку. Сыночка только доносит. Только помай доносит. Вот еще лепчина. Лепчина у нас уже опять, а журец осталось. лепчина. это берегочка почти чистая отблка. Маска не подняла, доносит. это масло для смаза водков вот наша птица первая и готова осталось ее только сверху ясненькое дело что такая пицца будет очень вкусно я бы тоже с удовольствием съела кидая кусочки сюда мне и всем моим друзьям подружкам и горячую прямо не дожидаясь пока немножко остынет терпение лопается все вкусно ли получилось ну конечно вкусно Надо бы чтоб немножко постояло, но нет, мочишь дать больше. Очень уж хочется им попробовать кусочек. Да и лоток нужен другой, сейчас она его выложит. Лоток второй и третий, который у нас сегодня нет. Ну вот, пробуем, друзья, вкусно ли. Из оставшегося кусочка теста мы будем делать еще дальше, Вика будет делать пирожочки. Пирожочки, я так понимаю, фарш. Вот на сколько хватит, сколько теста осталось, сколько получится. Моя дама, пирожочки тоже простые, чтоб полюбить да покидать под сковородку не делают. Будут сейчас их украшать, хитряться, сделать что-то покрасивее. Дама моя, это моя любимая дочечка, это варит. На выходной день приезжает студент и надо мотаться по кухне туда-сюда. Так, все готово, будем сейчас залепливать вот столько моего пирожочком. И сверху украшаем. Чем-то посыпает. Чем-то посыпает. Вверху. Орешками, наверное, украшаем. Орешками, наверное, украшаем. Украшаем. Я говорю, она всегда у меня выдумывается клеем. Дополняем до вкуса, чтоб и красиво было. И смазываем. Но на самом деле, в нынешнем виде дворца нет ничего общего с древним дворцом. Это всего лишь от возражения архиспектора, который руководил процессом конструкции. Яичко сахара. Ну, если что-то не так, все равно может быть так сейчас. Понимаете. Это только для специалистов археологов. Ну, такое. Парага. Или семена. Или орехи. Я чё-то не помню, почему она посыпает. Более все на меня. Украшаем. Ну, вылезо. Вот это вылезо. Тесто на целый день работаем. Выпечкой. В общежитии все пойдет, сколько ни сделай, сколько ни дотащи, все пойдет, гости друзей, подружек, и все будет хорошо и вкусно. Время прошло, и какая красота получилась, может, кунжутом посыплю. Буду снимать эти... Пусть моя Виктория смотрит это видео и вспоминает Лешину свадьбу. Как они тут... Ой, а как Роман твой прыгал, помнишь? Я как-то фотографию смотрю, да у меня... Смеюсь до слез. Без слез не могу обойтись. Так что вот я вынесла меня на такую прогулочку. Вынесли добрые люди. На такую прогулочку по набережной. Буду снимать понемножку, будешь потом смотреть. На Днепре, друзья, а там сколько уток. Красота. А вдали амфитеатр. Мы его увеличим. На танцы не пойдем сегодня. Танцев нету. А на реке красиво. Рыбачок. Рыбачок. Что-то один только, да, рыбачок. Да. Когда поесть рыбка, тогда их полно, наверное. А так и рыбки, наверное, не сильно есть. Я тоже там. Дальше. На кораблик, наверное, тот бы покататься. Никто его не катает, наверное. Раньше тут стоял прогулочный. Ага. Тут стоял и второй прогулочный. Так в выходные дни он раз выплывая. И вот там вот пристань. Ну да. Туда подплывая. Да может и в этом году было летом. Мы просто не знаем. Бабки плачешь ему и по реке. Может и в этом году было. Уже просто дело к осенью пошло. Мы же не знаем просто. Там рыбачок. Там рыбачок. Смотри, утки не в воде стоят. Друзья, какая красота. На набережной буквально там, там человечек гуляет, где-то сидит. Зато такой ветер с реки идет. Река Днепр. Мои хорошие. Сегодня у меня вот такое прогулочное видео. Меня вытащили на прогулку. И я вас. Вот аттракционы какие-то для взрослых. Для взрослых деток. И для взрослых людей. Но тут пока же никого нету. Вечернее гуляние может тут и будет кто. А днем тут никого нигде нету. Одни гуляющие. Которые на прогулке. Катер пошел по реке. Какая-то лодка моторная. Рыбаки, наверное, рыбачат. А что-то белое у нас за утками там. Я думаю, если кому-то другого можно и нельзя. А спасателей-то можно. Конечно. А тут пиво продают. Вот там пиво продают. Оказывается, какая длинная набережная. Я никогда не думала, что она такая длинная. Да. Туда сколько? И туда он еще до амфитеатра сколько? Еще и сзади за ней. А еще туда дальше? Мне что-то казалось, что она в три раза меньше. Она оказывается такая длинная. На воде плавала. ПДМ-3А. Памятник. ПДМ-3А. Балтийский флот. Черноморский флот. Дальний поход. Балтийский флот. Балтийский флот. Балтийский флот. Балтийский флот. Балтийский флот. Балтийский флот. Не, мой.